Добрый день, друзья! Обзор на новинку седьмого каталога подводку Кай Ал из серии Анкалор. Вот так она выглядит. Код у неё 39371. Пока только в чёрном цвете. Большой карандашик. Если сравнить из этой же серии двусторонний, вот у меня есть карандаш, подводка для глаз, то можно сразу увидеть, видите, какое значительное отличие. То есть этот большой карандашик, такой серьёзный, чёрный. Здесь нарисована у него такая пигментная капелька, что он чёрный. Итак, 39371 у него написан код. Все чёрные. Мультифункциональный карандаш, для создания чётких и растушёванных линий. А также подходит для смоки-айса. Вообще, конечно, если он идёт как Кай Ал, то это обязательно подразумевается для создания макияжа в смоки-айс. Супер чёрные пигменты. Мы сейчас с вами это посмотрим. Заострённый карандаш вот так с витамином Е для заботы о коже. То есть даже ещё и ухаживающий. Что мы им делаем? Мы можем просто рисовать стрелочку на своём веке. Как видите, вот даже если я держу вот так его, горизонтально, своей камере, и если вот так провожу, то сразу идёт растушёвка. А если вот как мы обычно рисуем стрелочку, вот она такая вот чёткая. Чёткая чёрная линия идёт. Мягко рисует, очень мягко. То есть можно тоненькую, можно потолще здесь же провести на несколько раз. Видите? То есть углубить её, более чёрным сделать. Кто уж очень любит такие графичные стрелочки. Очень мягко рисует. Карандаш хороший. Давайте попробуем. Мы его с вами растушуем кистью. Вот хорошо. Видите, границы хорошо тушуют. Как раз отлично подходит для создания смоки-айса, макияжа. То есть вот, смотрите, какая красивая дымка получается. Мягкий, хороший. Но в принципе ничего такого вот супер, скажем так, неординарного здесь нету, потому что обычный карандаш, ну, любой возьми, и он для этого и служит. Для создания смоки-айса в технике макияжа. Ну и вот для, видите, то есть вот по растушёвке сразу видно, даже он как красиво рисует. То есть мы когда делаем, сначала дымку растушёвываем, потом делаем подводку по веку. То есть вот она чёткая, хорошая, мягенький карандашик. Вот он, видите, уже, когда я им рисую, он начинает стачиваться. Ну и, конечно же, он подтачивается. То есть нужна подстрогалка. Уже сейчас найду подстрогалку для большого, для толстенького карандаша. Например, вот у меня также арифлеймовская есть подстрогалочка. Это для обычного, и вот это идёт для большого карандаша. Вот это для такого толстенького, а вот это идёт для обычного, для маленького. Вот такая новиночка, такой обзор. То есть кто любит вот чёткие графичные чёрные стрелочки, обратите внимание на этот карандаш-подводку Каял для глаз из серии Анкалор. Прекрасная, привлекательная цена. То есть она для каждого. Демократичная. Эта серия вообще демократичная, но очень качественная. Того стоит она, чтобы обратить на неё внимание. Небольшой обзор у меня сегодня был, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых полезных обзоров. Впереди ждёт много интересного и, я думаю, познавательного. Будем с вами тестировать, будем с вами знакомиться с продуктами. На этом всё. Пока-пока. Субтитры подогнали Симон.